Достигай Израиль и весь мир Баруха Шем, возлюбленные! Благословенно имя Господа! Рад приветствовать вас на программе «Узнавая еврейского Иисуса!» Спасибо нашим партнерам, благодаря которым мы можем нести благую весть по всему миру. Дорогая, мы сегодня поговорим об изменении нашего отношения. Многие могут сказать, я не ворую, не обманываю, не занимаюсь развратом, поэтому я хороший христианин, но при этом они не понимают, что у них неправильная позиция. Чем глубже наши отношения с Господом, тем больше Он работает над нами и берется не только за внешние проблемы, но и за внутренние. Что ты можешь сказать по этому поводу? Хождение с Богом — это постоянный процесс до самого конца, до полного очищения и полного соответствия небесам, чтобы мы больше соответствовали мыслям, представлениям и сердцу Бога. Каждое утро и каждый вечер я молюсь и прошу Духа Святого привести меня, мое сердце, мой разум и мои мысли в соответствии с Ним, чтобы я могла всегда действовать и говорить так, как хочет Господь. Прекрасно сказано. Процесс покаяния никогда не заканчивается, пока мы не встретимся с Ним лицом к лицу. С вами были Равин Шнайдер и Синтия Шнайдер. Божиих благословений вам! Как так может быть, что двое людей примерно одного возраста, которые выросли в одной семье, могут иметь совершенно разные взгляды на жизнь? Я хочу сказать вам, что отношения выше условий, и зачастую наши отношения не зависят от этих условий. Сегодня мы рассмотрим Псалом 102 и поговорим о том, как нам нужно иметь благодарное сердце. Правда, что жизненные условия некоторых людей выглядят фантастически. Внешне кажется, что у них есть все. У них большой дом, прекрасная работа и красивая жена, но при этом такие люди могут быть в депрессии и в огорчении. Как такое можно объяснить? Я хочу показать вам сегодня, что наши отношения — это наш выбор, и в этом нет никаких сомнений. Мы живем в мире, где много давления, и мы часто сталкиваемся со сложными условиями. Но больше условий, испытаний и давления — наше отношение к сложившейся ситуации и способность выбирать, что чувствовать в той или иной ситуации. Знаю, что вы, как и я, встречали людей, которые не очень богаты, не очень успешны или не очень красивы, но почему-то в целом они очень счастливы. Кажется, что они благодарны за все, что у них есть. А с другой стороны, люди, у которых есть все, но при этом они депрессивные и неблагодарные. Я хочу призвать вас взять ответственность за свое отношение. Повторюсь, что отношения — это наш выбор. Я вот знаю одного человека. Я уже рассказывал вам о нем. Мы знакомы много-много лет. Он вырос в непростой семье, у него немного денег, и есть некоторые проблемы со здоровьем. Но при этом, когда я спрашиваю его, «Как ты?», он отвечает, «Лучше, чем я заслуживаю». Мне очень нравятся его отношения и его ответ. Его ответ, «Лучше, чем я заслуживаю», показывает, что у него благодарное сердце. Также должны чувствовать себя все мы. Если бы Господь вознаграждал нас за наши дела, то всем нам было бы не сладко. Но, с другой стороны, в нашей жизни есть много всего, за что мы можем быть благодарны. Наша жизнь может быть полна радости, если мы будем сконцентрированы на том, что у нас есть, а не на том, чего у нас нет. И чтобы изменить или перенастроить наши отношения, мы сегодня с вами обратимся к 102-му псалму. Это один из самых красивых и мощных псалмов во всем псалтере. «Трава засыхает, цветы увядают, но слово Господа, будь оно благословенное, пребывает вовеки». Итак, мы будем смотреть с вами 102-й псалом сегодня, первый стих. Тут сказано, «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Ну надо же, это так удивительно. Меня всегда переполняет жизнь и огромная радость, когда я читаю эти строки, эти прекрасные слова, которые когда-то изрек Давид. Разве вы не хотите постоянно находиться в таком состоянии, когда вам хочется лишь благодарить Господа? Итак, еще раз читаем этот псалом. «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Вот как мы должны жить. Мы должны жить в радости и в силе. Писание говорит нам, что радость в Господе – сила моя. И я хочу пропеть еще раз эти слова. «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Мы должны каждое утро просыпаться и молиться о приливе радости. Это принесет огромную разницу в нашу жизнь. Радость, которую мы принимаем, радость, которую имел Давид, когда говорил, «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Эта сила в Его душе, которая давала Ему возможность так сильно славить Господа, была проявлением радости Божией, дарованной Ему Руаха Кадеш, или Святым Духом. Мы должны молиться о наполнении радостью Божией, которая является нашей силой. Иисус рассказывал об одной из характеристик Бога, которую Он оставил нам, и которая никак не зависит от наших условий. Он сказал, «Мир мой даю вам, но не так, как этот мир вам дает». То же можно сказать и о радости от Господа. Радость в Господе, в которой мы с вами можем ходить, никак не зависит от наших обстоятельств. Я могу прийти на работу с песней в сердце, быть благословением и ходить в силе, которая приходит ко мне от Духа, от радости в Господе. Или же я могу прийти на работу или в офис, и там все может быть так же, как когда я приходил в радости, но я могу быть в пораженческом настроении и фокусироваться на проблемах. То есть, выбор исключительно за мной. Мы можем принять от Бога силу, которая нам нужна, чтобы ходить в благодарение. «Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя Его». Мне нравятся эти слова. «И вся внутренность моя, благослови, святое имя Его». «Если вдуматься, то все, что внутри нас с вами, создано Богом и для самого Бога». Писание говорит, что все от Него, через Него и для Него. Это означает, что все Его творение должно славить Его, потому что мы существуем только по Его благодати и потому что Он решил создать нас. А мы с вами были избраны, чтобы вечно славить Его. Апостол Павел пишет, что мы оказались в отношениях с Хошемом или Небесным Отцом, потому что мы были суверенно избраны из мира Богом не за наши дела, а потому что Он решил явить нам Свою милость и благодать. Он избрал нас для того, чтобы мы знали Его, любили Его и славили Его за Его чудесную благодать в нашей жизни и делали это вечно. Мы были избраны, чтобы славить Его. И поэтому я призываю вас сейчас силой Святого Духа взять ответственность за свое отношение к жизни. А еще я прошу вас подумать над тем, что единственно правильный подход к жизни это такой подход, который был у Давида. Это подход хвалы и благодарения. Он говорил, благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его, благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все грехи Твои, исцеляет все недуги Твои, венчает Тебя милостью и щедротами. Благослови, душа моя Господа, во веки веков. Аминь и аминь, говорит Давид. В городе Нарук проживает около 40 тысяч человек. Коренные жители этого региона племя Масай. Это одно из древних племен на земле, которое живет в гармонии с природой. Они общаются с животными, укращают львов и защищают Божие творения. А мы приехали, чтобы принести людям племени Масай и весть об Иисусе. Это мирные, добрые люди, но живут они в старых племенных традициях, от которых им нужно отделиться, чтобы принять Евангелие самого Иисуса в свой дух. Во время нашего Круссейда многие люди отреагировали на Евангелие и приняли Иисуса как своего Спасителя. Они приняли решение отвернуться от старой жизни и следовать за Иисусом. Библия говорит, теперь все новое. Я хочу спросить вас, если вы хотите открыть свою жизнь для Иисуса, если вы хотите пустить Его в вашу жизнь, то поднимите свою руку и сделайте это прямо сейчас. Повторяйте за Мною. Скажите, я верю в тебя, Иисус. Я верю в то, что ты приносишь спасение мне. Мы часто слышим слова «праведность», «праведность Божия» и «как ходить в праведности». Но не все понимают, что это означает. Но «ходить в праведности» означает всего лишь ходить так, чтобы соответствовать Божьим путям. Или можно сказать иначе, «ходить в праведности» это находиться в полном соответствии с реальностью. Подумайте, заслуживаете ли вы быть в живых? Заслуживаете ли вы этого? Что вы сделали для того, чтобы появиться на этой земле? Кто дал вам способность чувствовать удовольствие? Кто дал вам возможность смотреть и видеть зеленые деревья, синее небо, цветы? и птиц? Имеется взаимоотношение? Все это дар. Дар, который вы получили свыше. Поэтому ходить с благодарным сердцем, как это делал Давид, и говорить, «благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Это единственный правильный подход к жизни. «Так мы и должны жить». Вот что такое соответствие реальности. Давид продолжает, «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Сейчас мы благословим Господа. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». В этом мире у нас есть враг, и мы постоянно сражаемся с тьмой. Силы тьмы — это проклятие, горечь, разочарование и нехватка. Силы тьмы постоянно выступают против нас. Природа сатаны такова. Он не славит Бога, не пересчитывает Его благословения. Он делает полностью противоположное. Он проклинает, расстраивает и ненавидит. Поэтому нам нужно сражаться за то, чтобы ходить с отношением благодарности. И Давид показал нам, как это сделать. Мы делаем это, когда не забываем о Его благодеяниях для нас. Еще раз мы посмотрим с вами второй стих, в котором сказано «Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его». У меня к вам вопрос. Разве мы с вами люди из плоти и крови, которые постоянно сражаются силами тьмы и силами дьявола в этом мире? Разве мы не склонны забывать о всех Его благодеяниях? Мы даже можем стать неблагодарными и постоянно жалующимися, фокусироваться на нехватке, а не на Его благодеяниях. Если мы не будем осторожны, то забудем обо всем хорошем в нашей жизни и станем огорченными и разочарованными, фокусируясь на том, чего у нас нет. Пожалуйста, запишите себе следующую мысль. Богатый человек, богатый мужчина или женщина, это не тот, у кого есть все, чего он хочет. Богатый это тот, кто благодарен за то, что у него есть. Между ними огромная разница. Правда в том, что можно иметь все и при этом оставаться недовольным. Поэтому люди, у которых много денег, хотят еще больше. Это нелогично, потому что желание человека нескончаемо. Быть богатым это не означает иметь все, чего мы хотим, потому что наши желания никогда не заканчиваются. Мы плоть, а плоть неугомонна. По-настоящему богатый человек научился быть благодарным за то, что у него есть и не забывает о его благодеяниях. Подумайте, за что в жизни вы можете быть благодарны. Есть ли у вас друзья? Есть ли у вас люди, которые любят вас? Вы проснулись сегодня утром? Вы все еще дышите? Вы знаете Бога? А идете ли вы на небо? Можете ли вы быть благословением для кого-то? Можете ли вы позвонить и помолиться за кого-то? Это и есть благословение? Еще один вопрос. Вы знаете, кто вы? Писание говорит, что мы были дивно сотворены. Вы когда-нибудь благодарили Бога за то, что вы существуете, что ваше тело функционирует, ваше сердце бьется, и что вы смогли проснуться сегодня? Друзья, мы должны благодарить Бога за наше существование. А если вы знаете Небесного Отца через Его Сына, Мессию и Иешуа, и идете на небеса, то вы должны радоваться, несмотря на все проблемы и трудности на этой земле. У вас просто невероятная судьба. Она куда прекраснее, чем вы можете представить. И у вас есть предназначение на земле любить Бога, следовать за Ним и познавать Его. Давайте не забывать о всех Его благодеяниях. Вы все еще можете видеть цветы и нюхать их. А вы все еще чувствуете вкус еды? Так давайте будем благодарными, сконцентрировавшись на всех тех преимуществах, что у нас есть. У вас есть жена или муж? Я понимаю, что у кого-то и муж, и жена уже умерли, но поблагодарите Бога за них. А если у вас есть дети или внуки, если у вас есть крыша над головой, если у вас есть еда, не забывайте всех благодеяний его. Давайте искореним из своего сердца незрелую неблагодарность и давайте станем зрелыми в Боге, будем славить и благодарить Бога за все, что мы имеем. Делая так, мы будем счастливы, потому что счастье определяется не условиями, а нашим отношением к ним. А правильное отношение можно развить, фокусируясь на всем том хорошем, что Бог сделал для нас. Ну и теперь предлагаю вам перейти к третьему стиху. Тут сказано «Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». Давид сказал «Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя его, не забывай всех благодеяний его». А потом в третьем стихе он перечисляет некоторые из этих благодеяний. Он прощает все беззакония твои. Давайте задумаемся об этом на секунду. Что было бы с нами, если бы наши грехи, преступления и беззакония не были прощены? Давайте подумаем о себе. Мы можем простить себя, потому что знаем, что Отец Небесный прощает нас, и потому что Он имеет сострадание к нам. Он знает, что мы всего лишь пыль, поэтому Он принимает нас и любит нас такими, как мы есть. Он понимает, почему мы оступаемся и согрешаем, поэтому мы можем простить себя, зная, что Он любит и прощает нас. Мы Его любимые дети. И мы с вами можем ходить в самопрощении. Нам не нужно заниматься самоистязанием и осуждать себя за все промахи. Мы можем просто попросить прощением, взять себя в руки и попытаться вести себя лучше в следующий раз, а потом продолжать расти, чтобы войти в Божию полноту. Представьте, какой была бы ваша жизнь без этой Божьей любви и без знания о том, что Он любит вас и прощает вас. А что, если бы этой любви не было, а было только осуждение от Бога и от вас самих за каждый ваш грех, за каждую вашу плохую мысль, за каждое неверное слово, что если бы Божьей любви не было, и у нас не было бы уверенности в том, что Он простил все наши беззакония, как сказал Давид, а было бы только одно лишь осуждение и обвинение за каждую плохую мысль, за каждое плохое слово, за каждый плохой поступок, мы бы постоянно слышали обвинение и то, какие мы никчемные, ужасные, грешные и недостойные. А если бы жили в таком постоянном осуждении и обвинении, которое бы постоянно возвращалось к нам, но мы не должны так жить, потому что Отец Небесный любит нас, Он понимает нас, и сострадает нам. Во Христе Иисусе нет никакого осуждения. Мы можем учиться на своих ошибках и расти, потому что Он прощает все наши беззакония. Разве это не причина для благодарности? Давид благодарил Бога за это. Я тоже благодарен Ему за это. Если бы мне пришлось вспомнить все мои грехи, и я имел бы только осуждение, то это было бы огромным мучением, которое даже сложно себе представить. Так что давайте будем благодарны за Божью любовь, Его благодеяние и за Его прощение. Давайте развивать в себе благодарное отношение. Чем больше вы будете это делать, тем счастливее вы станете. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры 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 да обратит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновить других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. В следующий раз на передаче узнавая еврейского Иисуса Равина расскажет о том, как побеждать и стоять твердо в вере. Не пропустите этот выпуск. В третьем послании Иоанна, в восьмом стихе, автор призывает верующих поддерживать тех, кто был послан ради истины. Я хочу попросить вас стать нашим ежемесячным партнером в Господе. Как вы знаете, мы делимся радостной вестью о Мессии Иисусе через телевидение и евангелизации по всему миру. Возлюбленные, мы не можем делать этого без вашей помощи. Если вы верите в нас, верите в Божие призвание нашего служения, то подумайте над тем, чтобы стать ежемесячным партнером нашего служения. Возлюбленные, я молюсь о том, чтобы Бог Отец продолжил и дальше использовать меня в качестве клинка Его Слова, которое живо и действенно острее меча обоюдоострова. Оно приходит к нам в силе Духа Святого через Мессию Иисуса. Чтобы этот процесс происходил, я должен находиться под Его властью. А когда мы находимся под Ним, это влияет на наши мысли, наши отношения, наши слова, на все в нашей жизни, включая использование наших финансов. Я предлагаю вам отдать свои финансы Богу. Мы не можем войти в полноту Его присутствия, не отдав себя Ему во всех сферах своей жизни. Если Господь благословляет вас через это служение, и вы ощущаете призыв сделать пожертвования, тогда возлюбленные. Я прошу вас, будьте послушны, Господь доблагословит вас обильно. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7 На земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.